друзья всем привет эмодзи нового сезона которая дается за переход в лигу мастер 1 это гоблин гигант с этим фактом интересным я решил взять колоду с гоблином гигантом но не обычную какую не со спарки или двумя принцами а вот такую адаптированную под текущую мету с золотым рыцарем ну и конечно же куда без гоблинов с с этими с лучницами и фениксом гоблин гигант будет нашим вин кондишеном будет главным нашим танком разряд и стрелы это вполне достаточно с учетом рывка золотого рыцаря с учетом копейщиков гоблина гиганта для защиты колода достаточно сильно уже перед видео я ее протестировал дошел вот 20 минут назад буквально начал играть и за счет множителя который кстати усилили уже поднялся до лиги проиграл эликсирному голем у но там была моя ошибка я пошел в атаку по фуловой вышке оставил на ней стопом единиц здоровья и в итоге надо было конечно по другой стороне идти но это не важно важно то что мы сыграем сейчас отличной колоды для рожденных атаковать очень интересное и опять же повторюсь атакующий агрессивный стил стилю колоды и это прикольная это я такое люблю 11 уровень прочь меня знать золотого рыцаря для начала выставим у нас если что есть принц а если он ничего не сделает не будет по правой стороне атаковать то мы еще по левой стороне этого принца и в догонку поставим а что это а нет просто подуснул чувак ждем 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 прожимаемся а почему он больше ничего не выставляет а это тоже эликсирный голем он короче полностью от защиты решил играть но мы сейчас будем этих товарищей кайтить нашим или гоблинам гигантам нам не нужно электро дракона здесь вообще не хочется наблюдать а они не получится не наблюдать его к сожалению и стрелы плохие то были так и феникс то у меня будет или не будет у меня феникса добейте пожалуйста ну правую вышку мы тоже забрали разменялись вышками таким образом вот не знаю наверно лучше прокачу прокачу с переходом в атаку так и так он хочет вал им пойти до капец вот такие вот чуваки играют у него стрелы есть вот что самое печальное ну давайте пусть он отдаст эти стрелы луч не сразу поставлю эликсирный будет из середины до из середины на этот раз ладно тогда так у еще и с этой стороны вот и ты конечно даешь знатный пентюх так гоблины спасение наше блин реально смотрите чё за пентюха ну как это называется капец чё это за колода так я принца вот оттуда ну понятненько не против такого друзья это колода не тащит я первую проиграл эликсирному голему ну чё здесь будем как-то улынить я думаю как то вот так ну чё пентюх с эликсирным големом вот так вот тебе сорян но таких вот колод горит он вообще был он конечно классно исполнял но блин это глина надо короче собрать колод будет на эликсирном големе не таким поиграть вот берем на заметку стать друзья дайте я даже скриншот сделаю чтобы потом эту колоду скачать на качать на аккаунте зеркалом жестко жестко было еле-еле обыграл но обыграл и это хорошо поэтому двигаемся дальше блин я все я думал не успею но уже видно было что он наваливает наваливает и я это уже точно не остановлю и единственный шанс был выиграть это из середины закинуть золотого рыцаря обидно ему должно быть но блин у таким быть так битва золотых рыцарей намечается ну чё закинуть здесь стрелы я думаю что закину а чё докинуть еще принца я думаю что докину то с какого-нибудь мега рыцаря бы не словить ну да понятно на самом-то деле достаточно предсказуемо и вот я не знаю наверное давайте кайтить давайте катить а гоблинами давайте дэвца от грома а хорошо получилось здесь разряд здесь ничего не буду ставить я думаю что много не нанесет пламенный до не успел он толком разогреться он без эликсира сейчас поэтому золотой рыцарь срывком обязательно так как он без эликсира надо чтобы быстрее он прорвался и минус большой запас здоровья правда лучше конечно это было по правой стороне но тем не менее мы себе расширяем горизонт для атаки возможной ошибка коряво лучниц поставил блин а как так ну чё может они тоже сейчас постреляют несколько раз и меня в принципе это успокоит нет стрелять не планируют зато он не успею дай наверно гоблина гиганта выставить или успею успел успел и это хорошо да 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 так стрел только нет вот это плохо сейчас закинем как только накопим ой 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 как же он подставляется минус вышка нет да пойдет давайте феникса сюда сюда золотого рыцаря разгон а сюда гоблина и вот так разобрали атаку на составляющие давайте вот так здесь принц разряд вот разряд с этим с гоблином гигантом работает вообще очень круто то есть видите уже дважды за игру растворилась просто банда гоблинов моего соперника но мы тоже будем атаковать братишка добейте не не добьют ну ладно все равно неплохая игра была подбодрим и погнали дальше награды только соберем в конце видео кстати откроем боевые знамена главное не забыть масс против меня ну чем играет масс надо понять дракончик давайте золотого рыцаря для начала может быть кладба у него если кладба то это очень хорошо для меня в принципе да похоже на кладбу подождем немножечко пока поближе выйдет ночная ведьма и тогда я прожму обилку вот где-то вот сейчас все скелетики бы да и вот теперь обилка стрелы и разряд добьет ой хорошо не разряд а этот взрыв феникса сейчас тоже пойдем в атаку хотя нет я не успею накопить на на гоблина гиганта не успею а вот на феникса успею пусть танчит феникс тогда разряд эх даль жаль зафокусился на скелетики принц если бы он сразу же убил надгробия то взрыв феникса убил бы скелетиков но не произошло тем не менее у меня по ощущениям преимущество по эликсиру я думаю что можно попробовать сейчас атаку ну или не атаку а такую разведывательную операцию так это назовем давайте лучниц добавлю и гоблина гиганта все таки и в пиндюль и погнали 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 и ой 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 и все растворили он скинул варварскую бочку мы отдаем значит гоблинов сразу сейчас обилку буду прожимать наверное опять ну обилка конечно вообще была корявая но сути это не меняет минус вышка и он сейчас без эликсира особо давайте принцева ему надо ночную ведьму выставлять если он ее на убой отдаст то будет хорошо если не отдает то блин а чё ты как ты это так зачем ты это так сделал ну понятно он будет атаковать по левой стороне а мы пойдем в контратаку сразу по правой чтобы его заставляем напрягаем его короче отдал варварскую бочку поэтому сразу гоблины разряд здесь и гоблинов еще не гоблина полученец добавлю чтобы больше урона вносить в гоблина в голема чтобы быстрее его убить и и давайте принц золотой рыцарь а он походу сдался нет не не сдался но с такой позиции он големом конечно мне вышку не снесет и в таком положении так это все потом соберем все награды давайте давайте посмотрим уровень кстати соперников которые попадаются 7300 абсолютный чемпион королевский чемпион 7184 до этого она и до этого я смотрел легендарный чувак был уж у меня точно останутся о нем впечатление но он классно отыгрывал возвращаясь в той игре получал урон понимал что у него за колоды и потом просто шел ломал мне лицо я практически ничего не мог сделать я бы проиграл если бы он не прозевал рывок золотого рыцаря так здесь тоже золотой рыцарь ну давайте феникса поставим потом тоже будем золотым рыцарем ловить рывок золотого рыцаря золотые рыцари вообще они по золотым рыцарям специалисты так то ну давайте разгоним значит сразу атаку у ю 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 тает конечно тут новость плохая разрядик здесь живите живи принц яйцо вылупись стрелы у него окей у меня значит и ручницу безопасности можно было бы их накинуть в атаку но нет там и принц неплохо орудуют он кстати без пеки сейчас каков шанс что он играет с мини пекой или с каким-нибудь еще противотанковой картой например с адской гончи или чем таким шансов мало мне кажется поэтому можно закидывать вот так блин ну я хотел пойти в атаку конечно но я не ожидал что придется еще шар на встречных курсах видеть наблюдать но у него теперь большие проблемы так то давайте в газе куда же пойдем потому что там ай блин он уже палача поставил я не заметила если честно не ну все равно это того стоило это стоило походу в газе шку мне кажется еще феникс один выстрел да не походу не стоило хотя не хочу чтобы гоблины умирали от палача хочу чтобы он что-нибудь еще на это выставил и что нибудь моё с этим хорошо разменялась в очередь золотой рыцарь тычку сделал пойдет феникса надо ставить против шарика он сейчас точно будет и и гоблина гиганта пойду в атаку правда сейчас будет пека до пека это неприятно давайте лучниц и мне надо крутиться до до феникса все это сделали докрутились до феникса здесь дешево дефой с гоблинами и нет все равно я вышку потеряю у него шпок еще я забыл про него совсем ой 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 но это ты борчишь это ты борчишь дружище вот теперь вопрос по какой стороне атаковать мне давайте вот так и вот так пусть он пеку туда доставит а мы вот сюда золотого рыцаря разгон и стрелы сюда и от победа да да хорошо пеку получается это колода тоже разваливает вот уже мастер 3 под его подова подоспел что дальше кто дальше против меня бату ну чем он играет разряд можно скинуть но я гоблинов выставлю в такой ситуации и золотого рыцаря перед ними и погнали ой 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 хороший золотой рыцарь получился мега рыцарь да давайте лучницы из глубины и принц для того чтобы успел разогнаться не нормально поставил я уже думал все плохо успею ой 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 не успел не успел блин ну ладно все равно минус вышка пойдет давайте феникса сразу сюда чтобы пока здоровье есть у пока здоровье гоблина позволяет он успел разменяться с этим с гиг скелетом то есть на халяву практически но не совсем конечно но стрелы просто отдам у него атака была 6 я отдал стрелы плюс 3 на одной атаке теперь могу атаковать спокойно сам но для начала для безопасности поставлю золотого рыцаря он медленная карта поэтому он долго будет идти до середины моста ну все по этой стороне тогда атаковать смысла нет есть смысл поставить феникса убить летучих мышек которых он сейчас выставит да и лучницами разменяться с его лучницами пусть он мега рыцаря сюда же ставит успей не не успеет не разогнался ловим здесь этого стрелы тоже отдам пожалуй принц разряд мы в мышек все то же самое все как и было здесь рывочек прожмем все минусанули и ну просто от защиты теперь играю нет смысла мне в атаку нестись просто коплю эликсир защищаюсь от его атак раз уж он до двойного элика теряет вышку на что поделаешь ладно напоследок пойду конечно в атаку стрелы в атаке у меня перспектив особых тоже не было уже потому что у него гиг скелет и мега рыцарь если бы он не ошибся до этого было бы с было бы сложная игра для меня мелочевка с сплэш уроном большим это губительно для таких колод которые кучей бегут в атаку в частности это вот эта колода тоже ну что я думаю финальную игру сыграем против тома фениксом впитаем урон не знаю идти ли в атаку сразу ну давайте пойдем потому что у меня есть разряд вроде следующей карты противовоздушные этот хорошо хорошо не зря так сделал теперь еще яичко восстановится яичко восстановись хорошо урон пошел активировать bgz q теперь давайте это попробуем исполнить но так немножечко изощренно да получилось кстати немножечко изощренно вот принца запоздала выставил не не разобрался хочу ли я спасать лучницу или нет мега рыцарь понятно давайте феникса сразу повыше наверное и опять гоблина гиганта можно в атаку снарядить мы помним что у него в защиту у него пламик а у нас уже феникс а у нас еще и разряд и это минус вышка еще бы стрела бы на стрелы накопить но нет сейчас нет стрел ну нет эликсира ладно не буду отдавать здесь нет смысла минус вышку уже произошла дальше снова играем от защиты вот опять до двойного эликсира развалили блин они там еще продолжают размениваться просто гоблин гигант очень недооцененная карта сейчас друзья он реально стал гораздо сильнее и вот с разрядом как раз текущей мете как хорошо он себя показывает сейчас будет мега рыцарь поэтому я по двум сторонам лучше буду атаковать вот не знаю отдать ли разряд стрелы давайте отдам здесь прокачу здесь так задефаюсь а здесь вот так задефаюсь целом неплохо по моему а теперь в атаку идем с учетом того что он только что fire отдал но ему будет сложно до минус вышка стрела отдадим здесь золотой рыцарь а то ну все так все получается наигрался ну да здесь уже все абсолютные чемпионы попадаются так что друзья вот такая колода один раз проиграл пока и пока я играл и в целом ну сами все видели классные классные ощущения лично у меня от игры данной декой поэтому уверенно вам могу рекомендовать как минимум для того чтобы просто разнообразить досуг флэш рояльевой я думаю это хороший вариант в следующем видео или в следующем или ближайшем ролике поиграем еще очень интересным логбейтом про который я уже давно обещаю снять видео и пока не забыл давайте конечно же откроем все награды будет ли ага какая нет лет не будет и спас рояля зато будут боевые знамены вот боевых знамены и что мне нравится новом сезоне мне нравится вот это боевое знамена целом вот это да таких уже просто очень много вот такого поэтому наверно вот это моя цель и вот это тоже прикольное в целом из украшений маг классный и гоблины крутые из вот этих рамок вот это мне нравится и вот это на конечно смотреться круто не будет и столько ее без украшения использовать но рамка тоже классная выполнена во всяком случае красиво ну а здесь вот такую чисто из простейших рамок сейчас наверное самая типа продвинутая поэтому да она точно упадет наверно погнали попробуем ну вообще просто просто то что мне вообще не точно я никогда не поставлю на свое боевое знаем хотя пушка классная карта вот такое уже было беги массы расчехляем ладно давайте друзья 50 гемасов ну вот это кстати она же редкая ну ладно пойдет принципе пека там с рогами прикольная доволен доволен я давайте еще соточку вольем ну это уже это уже слабо ладно тогда я думаю что все на этом будем заканчивать напоследок еще раз колода надеюсь вам понравилось это видео спасибо за просмотр друзья и до новых встреч всем пока пока пока